В честь Дня Конституции России в Биробиджане состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам страны. Почетную миссию от лица главы города исполнил председатель городской думы Антон Болтов. Всего было вручено 28 удостоверений личности. От всего сердца я поздравляю вас с этим событием от имени мэра города, от имени депутатов. И я уверен, что вы станете достойными жителями нашей страны. А самое главное, я хочу вам сказать, что нашу родину нужно ценить и любить. Нам есть за что любить Российскую Федерацию и защищать ее. Пока мы едины, мы непобедимы. С праздником! К церемонии вручения присоединилась заместитель начальника регионального управления МВД России Наталья Дружинина. Она поделилась с участниками торжества предыстории документа. Почти век прошел с сведения единой паспортной системы. С годами в документе не раз менялись его обложка и внутреннее содержание. Какие преступления совершал человек? Если было ли нарушение закона, то там прописывали статьи Уголовного кодекса, что нарушил человек и за что его признал суд виновным. И потихоньку, помаленьку паспорт менялся и теперь он такой, какой он есть. Я думаю, что вы его с удовольствием сегодня изучите, прочитаете каждую страничку. С получением паспорта 14-летние граждане делают первый шаг во взрослую жизнь. Их пришли поддержать родители. Для многих этот день стал экскурсом в личную историю. Я помню, это было волнительно для меня. Помню свои чувства, эмоции по этому поводу, что детство ушло уже и я становлюсь взрослой. Появилось чувство ответственности. Вот это я помню. Я пришла поэтому поддержать свою дочь. Я думаю, сегодня она испытывает те же самые эмоции и чувства. Эмоциональный настрой поддержали участники творческих коллективов города, которые подготовили свои поздравления виновникам торжества. Они же выступили со специальной праздничной программой, посвященной памятной дате. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.